добрый день меня зовут дмитрий сегодня мы научимся с вами прошивать приборы производства тилтоника это fmb 900 и fmb 920 ведь они по размерам и маркировки они одинаковы настройка в них будет тоже одинаково поэтому мы настроим с вами и вводите двадцатый по примеру и fmb 920 вы можете настроить fmb 900 переходим в настройки выбираем модель конфигурации самую последнюю модель и что мы тут ведь самое первое это секретность вбиваем например секретный код который будет потом при подключении к нему через 1 2 3 4 5 6 точнее пятизначный 5 дальше мы переходим настройки системы и мы видим тут можно настроить как мы будем определять когда нам нужно работать и насколько часто вам посылать точки при каких событий то сначала мы выясняем как у нас будет определяться момент же я советую оставлять все таки акселерометр тут есть возможность подключиться к мучитой данные скана данные настройки не трогаем тут можно выбрать когда он будет заряжаться только когда у нас идет зажигание либо всегда также мы выбираем надо нам светодиодную подсветку или нет так же мы можем выбрать режим его работать и за его это он работает всегда если у нас при остановке акселерометру у нас выключается gps глонасс работает только gsm deep sleep при режиме deep sleep выключается и gsm и выключается и gps и глонасс трекер просто ждет свое состояние пока не начнет движение если вам нужно постоянно знать в каком состоянии машина то советуем оставлять всегда либо дизайвл а либо gps лучше оставлять дизайвл дальше как мы определяем зажигание я уже ранее говорил что можно попробовать вытаскивать данные станшины можно выбрать по оборотам двигателя но я рекомендую оставить это вольтаж и акселерометр более мы ничего не трогаем настройки фото это минимума тоже не трогать дальше переходим настройки gps включаем передачу она всегда будет включена сюда мы вносим apn логин и пароль зависимости от вашего оператора будут поставок для мегафона интернет джидата для мтс интернет . мтс .ру мтс для белой на интернет . белая .ру белая белая в зависимости от вашего оператора у вас будет разные настройки и вы можете уточнить на сайте операции что касается gps сервера куда отправляет пример если мы используем буртов виолон то тут адрес 185 . 213 .1 .1 .1 .2 24 порт я точно не помню там порт где-то 21446 можно на сайте гуртом уточнить порт ли уточните производителя сайта какой порту какого устройства обычно это бывает либо один порт либо разные порты там уже дальше разбирают зависимости от протокола самого прибора и разновидности дальше тут выбираем сколько у нас должен быть на связи сеанс я советую вам ставить максимально так прибор у вас всегда будет в сети всегда будет сто процент на связи это очень важно если вы хотите запасить свой автомобиль и если это не коммерческий далее самое интересное меню это первая настройка когда мы стоим и когда мы двигаемся тут уже понятно пахом это домашний роуминг и роуминг если сеть не определено то сеть не определено вы можете поставить свои настройки самостоятельно но я вам сейчас покажу рекомендательные настройки которые были выявлены опытом путем это минимальный период записи точек раз пять минут это когда посылать раз десять минут да он стоит по сути чаще нам точки записывать в стоящем режиме не нужно что касается в режиме мониторинга я рекомендую для более плавных точек доставлять значение 120 можно отправлять точки накапливать точки отправлять 1 3 этого вполне достаточно что касается минимальный самый главный параметр это минимальная дистанция советую всегда ее ставить в пределах от 10 до 50 метров чем меньше будет это число тем более точно будет прорисовываться ваш график как ездила машина и тем больше будет писаться точек соответственно расход травм я вам советую для более точного этого это ставить 10 для оптимального это ставить 30 если нужно менее точно это 50 я вам советовал бы оставлять все таки в районе 10-10 смс работа со смс этим можно отправлять координаты по и смс настроить смс работу сюда мы вставляем адрес порта который принимает смс вот прибор уже их фарсит и выдает . также мы можем установить логин пароль на прибор чтобы когда при смс как можно было только авторизированным номера пользоваться либо те номера которые знают только из маски также можно сделать авторизированные номера авторизированные номера эти номера которые имеют право посылать данные если вы забьете сюда как какой-то номер и пусть и потом потеряете его до либо какой-то что-то произойдет с этим номером он сможет больше посылать то вычесть чисто практически потеряете доступ к управлению трекер пояс у нас дальше можно настроить гармитуру как она звонить что должна делать и при звонке на трекер что она должна делать тут можно вот если там прошла звонок можно там подать сигнал на один первый там либо отправить смс номер сделать какого чтобы заблокировать там например автомобиль до роли смс оператор сюда не лезем настройки прочие это получается режим экодрайвинг уже все настроено определение со всем остальным нам только осталось выставить до отправитесь то же самое по превышению скорости это меню мы не трогаем есть контроль грубо говоря но выхода до который есть дау есть дим то есть можно сделать например такое событие что это понимаю что производители настроили что един один приходит какое-либо событие то включается дау то есть контроль из один то так и получается что если на один приходит какой-то параметр то у нас включается дал на 5 тут можно также настроить скорость настроить расход топлива извиняюсь просто тупо запомнив все эти данные другие параметры акселерометр уже тоже за вас все настроено режимы вождения также эвакуации другие вам остается только включить и указать смски какие у вас происходит там если дару он и все остальное вот это получится эвакуация кроме смски можно получить звонок чтобы более оперативно реагировать на это также есть автоматические зоны зоны очень удобно делать если мы хотим например сделать что у нас не выезжал за какую-нибудь например за определенную какую-нибудь область машины да вот мы знаем что машина у нас должна ездить например по самаре да мы создаем зону вот так вот самара до чтобы вовремя можно было посмотреть реагировать да и мы можем какие-либо действия с этим запрограммировать давно ставим события лоу приоритет оставим он и при выходе и ставим послать смс номер телефона как только этот трекер покинет самары выйдет за ее пределы какой-либо трассе например вот тут он поедет по этой трассе до мимо аэропорта тупо пересечет вот эту границу вы получите смс о том что он покинул эту зону и сможете взять и там действие любит знать что поехали все это настраивается также есть события по пробегу можно настроить bluetooth можно настроить гарнитуру но я советую вам ее выключить автоматом тут всегда настройки 5 5 5 5 5 5 можно настроить гарнитуру можно настроить даже такую вещь как млс 327 по bluetooth ее чтобы она данные считывала с кана передавал их облитус на терминал терминал записывал и передавал их на сервер даже реализован такая работа дальше идет интересная настройка выходов что мы посылаем на сервер да и с чем мы работаем зажигание нам нужно момент движения нужно gps моды это не нужно слима работа что моды это не нужно это мы и так знаем эти параметры сами настраиваю скорость движения вольтаж нужен салайди в арене это тоже могут быть полезными эти коды но их не особо интересно запрашивать так как эти данные можно получить от оператора сики gsm с актив 3 под аном это фото ладону метр также дизитов импут чтобы знать что у нас приходит на на этот один плюс или не приходит точнее там минус вешается получить есть там вольтаж нет вольтажа поставляем изменение того можно также выставить изменения то есть хай и выставить изменения очень если мы выставляем это изменение то мы получается если нету напряжение это 0 и если появилось напряжение единичка он пришлет экстренно сообщение сразу мгновенно запишет точку о событию он че также например если вы нам нужно например поставить датчик уровня топлива аналога выставим датчик уровень топлива мы включаем и после этого у нас будет записываться там вместе с точками будет записываться так же есть такая вещь как мы можем записать например но можно просто записывать на можем записывать при изменениям примеров при изменении оншеньши он чили же дельта да вот тут есть у нас дельта пределах которые мы можем сделать например у нас а если у нас среди получается 100 милливольт там делается от нуля до 10 напряжение датчика до 100 милливольт от например резко изменить не более чем там на 12 то есть мы его ставим сразу будет записывать эти данные и отправлять на сервер так можно настроить sms о том что было резко изменить написать чтобы тут можно выбить свой также можно сделать чтобы он посылал нам состояние даута надо вот можно повесить получается обычный пятиконтактное реле и блокировать машину включил заблокировать машину выключил заблокировалась машина то есть есть такие режимы работы также можно посылать расход что может быть нам будет полезно если его заполнить если не заполним то и следующие пять параметров нам бесполезно дальше есть еще такой параметр как эта работа с убит что посылать на данную череду б.д. мы не знаем что может быть млс 327 прибора да поэтому можно просто включить все а потом когда вы получите эти данные вы уже можете более-менее посмотреть что все-таки прибор присылал и просто того чего нету то есть вы берете машину включаете смотрите вы настраиваетесь катаете по машине смотрите что он прислал на сервер после этого все что он не прислал выключаете астана остальную информацию записывайте и уже работаете вот напрямую вот с этим когда вы подключите прибор тут будет так кнопочка загрузить на прибор сохранить на прибор после того что сделали выдал вам сообщение что сохранено нажимаете окей перезагружать и пользуйтесь настроенным трекером понадобится где-то две-три минуты чтобы авторизоваться на сервере выйти на сервер и уже показывать точку на сервере и те данные которые есть и считывает я надеюсь данное видео было вам очень полезно все свои вопросы комментарии оставлять под видео я вам обязательно отвечу благодарю вас не забудь подписаться на мой канал поставить лайк этому видео благодарю вас за внимание до свидания